здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки продолжаем с вами решать задачи по теме ЭТС источника тока закон ома для полной цепи и сейчас нам предстоит решить вместе две на мой взгляд очень интересные задачи которые вам помогут очень хорошо те кто готовится к единому государственному экзамену сдать его ну а те кто пока еще не готовится очень хорошо скажем так написать контрольную работу ну что поехали задачка 752 к источнику тока с внутренним сопротивлением воде новым подключает резистор сопротивление которого 80 ом и вольтметр соединенный первый раз параллельно а второй последовательно определите сопротивление вольтметра если его показания в обоих случаях одинаковы ну что нужно сделать нарисовать чертеж и начать так сказать соображать что же тут нужно делать что я сейчас с большим удовольствием и сделаю то есть нарисую чертеж потом буду рассказывать что тут можно сделать ну вот я схему нарисовал сейчас только напишем что сопротивление резистора оно 80 ом а внутреннее сопротивление 1 ом значит но тут надо его подрисовать чтоб не забыть что у нас тут имеется внутреннее сопротивление у источника тока имеющего понятно что эдс вот смотрите скорее всего учителя физики все время когда говорят про схемы какие-то все время говорят вольтметру нужно всегда подсоединять параллельно 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 а здесь вдруг сказали что подсоединяем его последовательно может быть такое ну конечно может потому что как правило все задачи которые как бы решаются большинство из них там говорится что вольтметр идеальный что это означает что это означает что его сопротивление но просто-напросто огромное здоровенное такое сопротивление поэтому если мы его подсоединим идеально вольтметр да вот последовательно сопротивление общее будет настолько большим да что ток практически по этой цепи течь не будет но в жизни у вольтметров да естественно имеются какие-то сопротивления поэтому давайте его обозначим буковкой так р ну вольтметр вот рви вот что у него имеется сопротивление которое естественно будет во много раз больше чем внутреннее сопротивление это сто процентов ну вот будем считать что у нас все таки вот у вольтметра имеется какое-то сопротивление о котором кстати говорят здесь не ну и не сказано а нам его необходимо найти необходимо найти задачку мы решим в общем виде это что означает в общем виде то есть мы должны получить такую формулу которую будет входить только два но две перемен нет не переменные вот две буквочки ну скажем так это сопротивление резистора и внутреннее сопротивление то есть там могут быть разные так сказать варианты но мы должны получить форму которая будет только r и r большое и r маленькая вот что мы должны сказать сделать ну что поехали ну поскольку здесь смотрите имеется внутреннее сопротивление и внешнее сопротивление поэтому сразу же нужно записывать закон ома для полной цепи который говорит о том что сила тока которая цепи будет течь равна ds деленное на r большое на r маленькая где r большое это сопротивление внешнего участка цепи ну вот в данной ситуации внешний участок цепи в первом варианте будет состоять из сопротивления и сопротивление большого и сопротивление вольтметра но подсоединён параллельно а здесь последовательно поэтому я напишу r тоталь да это общее сопротивление и резистора и вольтметра вот это вот у нас формула имеется правильно правильно ну что давайте сначала найдем чему будет равняться сопротивление и вольтметра и резистора вместе взятых то есть какая сила тока будет у нас течь вот в данной ситуации но прежде всего найдем сопротивление то есть единица на r total в данной ситуации это единица на r плюс единица на rv до единица на r total это у нас общий знаменатель r rv тут будет rv плюс r ну и отсюда будет следовать что общее сопротивление резистора и вольтметра поскольку они соединены параллельно это r rv деленное на rv плюс r это в первом случае вот здесь вот во втором случае намного проще общее сопротивление вот во втором случае это не что иное как сумма сопротивления r плюс rv правильно правильно тогда в первом случае первом случае сила тока у нас будет равна rd с деленное на r маленькая и плюс вот это сопротивление r rv плюс r это такая сила тока в этом случае это в первом случае а во втором случае сила тока это просто-напросто как pds деленное опять на маленькое сопротивление и плюс r плюс rv вот так вот все то есть мы подготовительный период как бы с вами сделали ну а что дальше ну а дальше мы должны вспомнить что напряжение которое будет показывать вольтметр вот они будут одинаковы и в первом и во втором случае и так падение напряжение вот как будто бы на самом вольтметре вот мы смотрим сейчас второй случай у2 он чем будет равняться произведению силы тока на сопротивление вольтметра вот это то что будет показывать вот этот вот вольтметр во втором случае но значит я могу записать его так вместо силы тока написать то что мы получили и умножить на сопротивление вольтметра вот с первым показанием чуть чуть сложнее как будто бы но что мы должны сделать мы должны умножить силу тока которая будет течь вот на этой связке то есть и сопротивление резистора и сопротивление вольтметра вместе взятых то есть вот через это вот сопротивление вот тогда у 1 будет равняться смотрите чему это будет равняться силе тока вот она ее записываю и умножить на что вот на это вот сопротивление то есть я опять таки вот здесь вот запишу rv деленное на rv плюс r видите ну дальше можно тут чуть чуть как говорится преобразовать немножечко вот как это сделать ну давайте посмотрим как же это нам сделать а вот как мы это сделаем вот здесь оставим эдс r rv а вот это вот опустим вниз то есть будет r плюс r rv на rv плюс r а здесь в скобочках будет rv плюс r видите 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 тогда что у нас получается я продолжаю здесь я пишу ds r rv то есть пошла сплошная так сказать математика вот это вот здесь будет r умножить на rv плюс r и плюс r и плюс r rv RRV. Вот что мы получили. Если я сейчас умножаю вот это на это, получаю это, а это с этим сократится. Ну и теперь что я должен сделать? Вот это и это приравнять, поскольку напряжения должны быть одинаковые. Я пишу RRV, делённые вот на эту всю штукенцию. Когда вы решаете такие задачи, не нужно бояться вот этих вот как будто бы на первый взгляд громоздких вещей. Совершенно не нужно бояться. Просто берём и делаем. И смотрите, вот здесь вот уже кое-что, так сказать, у нас получается, потому что вот это и это... Нет. Вот так вот. Можно кое-что сократить. То есть EDS RRV, EDS RRV можно сократить. Так. Тогда что у нас получается? Что у нас получается? А у нас тут может получиться интересная, так сказать, штука. А мы просто вот так вот всё перемножим, да? То есть у нас получается вот этот числитель с этим знаменателем, перемножаем. Получается RR плюс RRV плюс RRV. Что получается здесь? Здесь получается RRV плюс RRV. Ну вот так вот. И что же у нас тогда? Вот это с этим можно смело убрать. Дальше. А, и это с этим можно убрать. И мы получили тогда, что R квадрат равняется R на RV. Но это означает, что сопротивление вольтметра это просто-напросто R квадрат, делённое на R. О, класс! Получилось то же самое, что я говорил в начале. То же самое. Говорил, что конечный результат должен содержать вот эти две буковки. Ну, что мы с вами и получили. Значит, получается 80 в квадрате. Это 1600. Нет. 8 и 8, 64. Господи боже мой. 6400. О, потому что R это единица. Всё. Вот такой вот ответ мы с вами получили. Чем хороша эта задача, что вроде бы как бы много математики, но и физика здесь тоже чуть-чуть присутствует. Когда вы получаете вот такие вот как бы формуленции, вот ничего бояться не надо. Надо идти вперёд. В конечном итоге получается что-то красивое. Ну что, есть ещё одна задача. При подключении к источнику тока двух одинаковых резисторов, соединенных последовательно, напряжение на каждом из них 3 вольта. Напряжение на одном резисторе, подключённом к тому же источнику тока, 5,5 вольт. Определите ЭДС источника тока. Ага. Ну, на первый взгляд, как будто бы простая задача. Ну, я сказал, как будто бы. Ну, не совсем сложно. Ну, чуть-чуть мозгами, как говорится, пораскинуть нужно. Записываем условия задачи, рисуем чертежи и начинаем кумекать. Поехали. Ну вот, я нарисовал чертёж условия задачи тоже. То есть, то, что дано. Хочу ещё раз подчеркнуть, что конечный результат, если мы решаем задачу в общем виде, должен состоять только из этих вот буквочек У1 или У2. Вот смотрите. Вот здесь вот задачки чуть-чуть, ну, как бы не очень корректно, так сказать, высказались, когда давали условия задачи. Про внутреннее сопротивление ничего не было сказано. Ну, значит, нужно додуматься здесь. Есть внутреннее сопротивление? Или этот источник тока, ну, абсолютно идеальный? Вот. Есть внутреннее сопротивление. Почему? Потому что, во втором случае, когда у нас резистор 5,5 вольт, вот, если бы у нас этот источник был идеальный, абсолютно, вот, то по общему закону, правильно, мы бы что получили по закону Ому? Это ЭДС, деленное на R плюс R. И если у нас внутреннее сопротивление равнялось бы нулю, если этот источник тока идеальный, тогда бы у нас ЭДС просто бы равнялось произведению силы тока на сопротивление. А это как раз то, что давал, ну, показания вольтметра на этом резисторе. Было бы 5,5 вольт. То есть ЭДС равнялось бы 5,5. Ну, нет. Вот. Потому что в данной ситуации, если бы источник тока был идеальный, тогда было бы 6 вольт. Ну, напряжение же здесь складывается. Значит, тут что-то, так сказать, не так. Поэтому будем считать, естественно, что имеется еще и внутреннее сопротивление. Вот. А сейчас будем искать ЭДС, которое должно быть больше, чем 5,5. Итак. Что же это означает? Вот на этом и на этом резисторе было сказано, имеется напряжение. Вот если бы я сейчас сюда вольтметр подключил, он бы мне показал 3 вольта. Если бы сюда бы подключил, он бы мне тоже 3 вольта показал. А вот сюда я подключаю. Вот. Сюда вольтметр на этот резистор. Он мне показывает 5,5. Вот. То есть падение напряжения на внешнем участке цепи. Вот. Ну, я эти вольтметры здесь уберу, чтобы они нам не мешали. Значит, здесь у нас будет У2. У2. То есть это напряжение на этом сопротивлении. У1 и здесь У1. Сопротивление на каждом из этих резисторов. Вот. Всё. Ну что? Поехали. Да? Закон Ома для полного участка цепи записывается вот таким вот образом. Это означает, что произведение IR плюс IR это есть у нас EDS или IR это у нас EDS минус IR маленькое. Вот что у нас получилось. Итак. Вот такая вот формула в общем виде. Напоминаю, что произведение силы тока на сопротивление это и есть падение напряжения на каком-нибудь резисторе. То есть на внешнем участке цепи. Ну и что у нас тогда получается. Для первого, так сказать, ну для первой схемы, что мы можем сделать. Напряжение общее здесь будет 2У1. Ну и чему будет это равняться? EDS минус сила тока, которая здесь будет течь, умноженное на маленькое сопротивление. Это падение сопротивления на внутреннем участке цепи. Всё. Вот это у нас для первого случая. Что у нас идёт для второго случая? То есть вот здесь вот. Ну а здесь тоже гораздо всё проще. Как будто бы, да. То есть У2. Это у нас будет EDS минус ток. А И2 тоже на маленькое сопротивление. Вот то, что мы с вами, так сказать, получили. Правильно? Правильно. Так. 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 Что же нам можно ещё тут сделать? С током разобраться. Так. Давайте с током будем разбираться. Итак. Ток первый. Это у нас EDS, делённое, у каждого из этого резистора, они все одинаковые, сопротивление R. Значит, здесь будет 2R плюс R. А здесь EDS, делённое на R плюс R. Видите, что получается? Так. Отлично. Тогда. Тогда. Смотрим сюда. Смотрим сюда. У это у нас не что иное, как в общем виде. Это ток, который течёт через резистор. Или через общее сопротивление. Понятно, да? Это означает, что У1 это и есть не что иное, как У1 это есть у нас не что иное, как сила тока. Вот она. И умножим это на сопротивление. А сопротивление-то здесь у нас будет 2R. Ну, R плюс R – общее сопротивление. У2 получается ток, который течёт. Вот он. И умножаем на сопротивление. Вот оно. На R. Здесь у нас общее сопротивление. Я здесь написал. Понятно, да? Только здесь я мосипусенькую ошибочку сделал. Ну, конечно. То есть это 2У1. Это общее напряжение на внешнем участке цепи. У1 плюс У1. Вот. Что можно сделать? Что можно сделать? Ну, здесь вот эти двоечки мы всё-таки сократим. Правильно? И тогда мы поделим У1 на У2. Что у нас получается? ЭДСР, делённое на 2R плюс R. И делим. Здесь у нас получается ЭДСР. А сюда уйдёт R плюс R. Во. И тогда мы получили, что отношение этих самых сопротивлений равняется вот чему. Понятно, да? Так. Что дальше? А дальше? А дальше мы поработаем вот с этими двумя формулами. Ага. 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 Значит, я сделаю вот что. I1R. Это у нас ЭДС минус 2У1. Здесь у нас будет I2R. Это у нас ЭДС минус У2. И2R. Отлично. Вместо I1 я опять-таки вот эту штуку запишу. Ага. Ага. Значит, у нас получится ЭДС, делённое на 2R плюс R умноженное на R. Это у нас ЭДС минус 2У1. А здесь у нас ЭДС на R маленькое на R плюс R. Ага. Ага. Класс получается. Это ЭДС минус У2. И опять я буду делить вот это первое уравнение на второе. То есть левую часть на левую часть, правую часть на правую часть. Получается, смотрите. ЭДС на R маленькое. Тут 2R плюс R. Делим на ЭДС маленькое, а сюда уходит R плюс R. Это равняется ЭДС минус 2У1, делённое на ЭДС минус У2. Это это сократили и получили. Смотрите. Опять-таки, что R плюс R, делённое на 2R плюс R, это то же самое, что ЭДС минус 2У1 и ЭДС минус У2. И здесь мы получили отношение У1 к У2, как R плюс R на 2Р плюс Р. Видите? Здесь то же самое и здесь то же самое. Ну, значит, У1 на У2 и ЭДС минус 2У1 и ЭДС минус У2, это одно и то же. Вот. Ну, а теперь нужно открыть скобочки. У меня есть такое ощущение, что тут что-то, так сказать, у нас получится. Потому что У1 и У2 нам известно. Значит, ЭДС надо найти. Ну, произведение вот так вот по диагональкам. Тогда у нас получается У1ЭДС минус У1У2 равняется ЭДСУ2 и минус 2У1У2. Тогда вот это мы перенесём в эту часть. Получается у нас 2У1У2 минус У1У2, а это переносим в ту часть. Тут будет у нас ЭДСУ2 минус ЭДСУ1. Ага. И тогда у нас получается У1У2, это ЭДСУ2 минус У1. Всё. Класс. И тогда ЭДС, которое мы ищем, а ищем мы ЭДС, у нас получается У1У2 деленное на У2 минус У1. Всё. То есть, то, что я и говорил в самом начале, мы должны получить формулу, которая будет содержать только У1 и У2. Ну, что мы с вами получили. Всё. Нужно взять калькулятор просто-напросто и посчитать. Подсчёт получается 5,5 умножаем на 3 и делим 5,5 на 2,5, да? Получается, что ЭДС 6,6 вольт. Ну, то, что я и говорил в самом начале. Больше, чем 5,5 и больше, чем 6 должно быть. Вот так вот решается, на мой взгляд, и это интересная задача. Ну вот, задачки решены. И мне остаётся лишний раз напомнить, что вы учите физику на самом суперском канале, который называется «Физика. Это просто канал», на котором достаточно сложные задачи и вопросы вдруг становятся простыми и доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Ну и, конечно, лайк не забудьте поставить. Всё. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.